Второй вопрос там был. Без вопроса, а просто такая вот реплика. Обзор программных продуктов по системе организации ТАИС. У нас понимание, что есть разные системы, есть системы, мы называем их от СУТАИР. Это либо модуль ERP-системы, у САПА есть модуль ЕМ, плановое обслуживание у 1С есть ТАИР, у Oracle есть ЯМ. Все, уважающие корпоративные системы, имеют какую-то вот часть функциональности ТАИР. Есть отдельно стоящие системы с ранее активами, это дорогие, полнофункциональные, практически не западные, при всем уважении к отечественным вендорам, это система с ранее активами. Ну и про простенькие системы планирования работ на Западе, СММС называется, у нас они тоже называются от СУТАИР. Разная функциональность, разная стоимость, разная интегрируемость, но на рынке их там очень много. Вторая система, которую мы рекомендуем в качестве ответа на вопрос, это карасекция системы, они только-только начали появляться на Западе, где они уже развиваются. Это то, что может помочь вам выбирать стратегии ТАИР. Отдельно стоят системы диагностики, то есть автоматизированные системы обработки данных по состоянию, тоже нам пригодятся для СУТАИР, для перепланирования. Ну и предиктивная аналитика, надо очень осторожен к этим решениям подходить к экспресс-анализу, для них нужны много-много данных, которых точно сейчас и нет. Рядом с нами из полезных могут находиться системы бронепроектами, если у вас крупный производство с остановочными ремонтами, иногда берут Тримаверова и начинают на ней планировать остановочный ремонт. Опять-таки раньше, ну и сейчас, наверное, это тоже продолжается, каждый год выпускаются эти магические квадранты, так называемые, каждый вендор говорит, я там в аналитике, вот на первом месте, а я в СИМе тоже на первом месте. И вот поди разбери, какую систему выбрать. Но такие обзоры есть, они там доступны, наверное, можно их почитать. У нас в России, ну этот обзор у нас давно не пополнялся, но мы наблюдаем порядка 20 решений, претендующих на функциональный СУТАИР. Либо модуль, либо отдельно стоящий, из каких-то компаний уже нет в этом обзоре. Но к тому, что это не одна система, не только САП, не только 1С, есть на рынке приложений и десятки этих систем. По поводу системы крайн-надежности, опять-таки на Западе их порядка, ну мы считаем, около трех сотен, не все они тут попали. Мелкие, настольные, интегрированные, то есть именно по управлению надежностью, чем много таких приложений. В России там пока три системы так активно развиваются. Но вот опять-таки в этих системах, а функциональность, это рисование систем, связи, расчет надежности системы, надежности отдельных элементов, она реализована в RCM-приложении, ну как дерево, а не дерево, а как прям рисуется схема. Значит, важный вопрос к вашему вопросу, рынок систем, то заказчики. То есть опять-таки мы наблюдаем историю, что у нас заказчики бывают не заказчики, а айтишники или какие-то руководители. И внедрение превращается в такое навязывание системы службы главных специалистов. Ну, в принципе, мы таких три правильных заказчика видим. Служба главного инженера, сервисные компании, если вы сами занимаетесь использованием какого-то оборудования клиентов. Ну и третья только это айтишники для управления серверами, сетями, и кто-то сейчас на айтишнике происходит. Статистики, ну, нет практически, мы ее перестали вести. До какого-то момента она там количество внедрений по годам оценивали, по показателям. Был вопрос, как оценить качество внедрения. То есть вы купили 1С, САПС, там, Oracle, не важно. Как оценить вот эту систему? А с моей точки зрения, правильный ответ – это не процент снижения затрат на ремонт, а именно количество заказов. То есть система АСУ – это просто инструмент. Как вы знаете, в системе АСУ есть пользователь, да, там есть заказ. Заказ на ТО, заказ на ремонт, на диагностику. Все должно проходить через эту систему. И мы оцениваем качество, исходя из количества заказов на одного пользователя. То есть если у вас, понятно, да, один пользователь в месяц выдает один заказ на работы, ну, нужна вам эта система АСУ-ЗАЭР? Наверное, нет. Какой эмпирический у нас как-то вышел показатель, где-то 200-300 заказов на одного. Ну, пользователя именно, там, планировщика мы называем. Это считается трудом. То есть система работает. Из нее проходят заказы, они закрываются, и аналитика, она уже идет через заказ. Если меньше, ну, как-то это несерьезно. А второй показатель – это количество оборудования. Опять-таки, если у вас пользователь ведет одну единицу оборудования в системе АСУ-ЗАЭР, ну, зачем вам была такая система? То есть, ну, есть какие-то созумные количества, сколько объектов ремонта, может быть, или должен вести этот товарищ. Ну, и там, любимый вопрос, какая система вышла? Ответа на него нет, не было и не будет, да. То есть, например, АСУ-ЗАЭР берет тем, что они, понятно, почему, очень много бухгалтерии работают на АСУ-ЗАЭР и докупаются АСУ-ЗАЭР как модуль в корпоративной системе. Поэтому сравнивать, какая система вышла по количеству внедрений, не всегда правильно. Да, мы играли в такие вот сравнения, там, опыт, функциональность, ходили на баллы, побеждала какая-то система. Да, можно, имея четко описанные требования к вашей системе ТАИР, можно выбрать систему по баллам. Не обязательно она будет самой дешевой, но у нас будет именно по критериям какая-то оптимальность. Проблемы внедрения. Мы чуть меньше, может быть, в последнее время, но, в принципе, большинство внедрений, она как хранилище информации, как почтовая система. То есть не анализируются данные об отказах, не перепланируются ремонты, а просто используются как хранилище графику ППР. Современные системы умеют анализировать те показатели, то, что мы говорили, по системе, по отдельным единицам, по узлам, которые нам оптимальные затраты. Но вот народ пока использует их очень прощенно. Вот третья проблема. Мы продолжаем с этим сталкиваться, когда идет тендер на систему. Требования бывают очень какие-то детские, а мы хотим асутаир. Ну, нету какого-то более детального формулирования требований, и из-за этого внедрения какие-то очень простые и малофункциональные. Некоторые компании продолжают писать в свою систему. То есть берут программистов и начинают писать функционально заново. Мы их каждый раз уверяем, что не надо этого делать, поскольку программисту идет, система останется без поддержки, но кто-то идет по этим. Ну, вот часто учетные задачи, не планирование именно ресурсов, а просто учет их. Глобальная проблема – это спортизация. Очень часто внедрения стартуют без описания тех самых стартовых данных. Теханикам дается система, и, знаете, колотите туда, что хотите. Это приводит к мусорной системе, и это не очень правильно. Но мотивы, наверное, отсутствуют. Экспортизация, ремонтные службы – это вопрос, кто будет пользоваться этой системой. Привет, я мультяшный робот простоев нет. Мне поручили рассказать о нашем новом курсе. Разработка NCE для TAE. Если вы непосредственно занимаетесь созданием системы NCE, или поддержкой справочников для различных систем ASU TAE. А также если вы руководитель, которому важно понимать процессы, сложности и трудоемкость проектов по созданию и поддержке BDOA и BDN, то этот курс для вас. Программа курса состоит из четырех учебных модулей и рассчитана на 16 часов обучения. На курсе вас ждут мастер-класс разработки техкарт, практические задания, 35 примеров описания оборудования. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO, а простоев – нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно – это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами TAE от простоев – нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование, а по итогам обучения на курсе, вы сможете получить сертификат. Чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс, переходите по ссылке под этим видео. До встречи на курсе!